Всем здравствуйте, меня зовут Сергей Шибала, я основатель компании Третье Чувство. Компания открыта в 2010 году, насчитывает больше 50 партнеров, представителей в разных городах России и странах СНГ. Основным продуктом компании является система ароматизации, мы предоставляем услуги для разных сфер бизнеса и обслуживаем клиентов, предоставляем оборудование и ароматы. Последний год мы создали новый продукт в области ароматизации для дома и автомобилей, и сейчас активно развиваем направление по профилактической обработке воздуха от вирусов и бактерий. В период коронавирусной инфекции, когда началась пандемия, наша компания также принесла убытки. В марте месяце 22%, в апреле месяце 80%, в мае месяце 56% по сравнению со значением 2019 года. В июне месяце мы планируем уменьшение оборота по сравнению с 2019 годом порядка 30-40%. К августу месяца, в принципе, мы прогнозируем выход на те же показатели, что и были ранее, в 2019 году. Нашей компанией пришлось пойти на несколько различных мер для того, чтобы сократить расходы. В первую очередь, мы оптимизировали операционные расходы, связанные с арендой офиса, связанные с зарплатами, связанные с закупками и затратами на маркетинг. Второе, мы организовали удаленную работу всех отделов. Третье, мы сфокусировались на ключевом продукте, связанном с профилактической обработкой воздуха. Поэтому на данный момент это позволило нам существенно сократить издержки порядка 60% в период 2 месяца. В период пандемии мы организовали удаленную работу. Порядка 30% сотрудников ушло в отпуск, остальные принимали участие в еженедельных собраниях в формате онлайн, в корректировке работы с клиентами, потому что многих клиентов нам пришлось переводить период карантина на паузу. Также принимали большинство сотрудников активную участие в разработке нового продукта. В период карантина, введенный на территории нашей страны и на территории наших партнеров, мы в принципе не останавливали работу, потому что наша компания обслуживает часть клиентов, которые работали в период пандемии, из-за того, что конечно большинство было закрыто. Поэтому фактически сказать о том, что закрылись наши партнеры или нет, я скажу, что все работали, но только в гораздо меньшем режиме. Для действующих партнеров мы отсрочили некоторые платежи, которые должны были выплачивать наши партнеры в рамках закупки. Сделали рассрочку по закупке для того, чтобы партнерам было проще и легче находить клиентов или давать клиентам, которые в период пандемии обращались. А для новых франчайзи мы уменьшили размер повышального взноса в два раза, а также уменьшили объем закупок для того, чтобы было проще начать с нами работать. Если говорить про колебания курсов валюты, так мы являемся производителем. Этот показатель не влияет особо на наш бизнес. В период пандемии мы, например, договорились по аренде офиса с нашим арендодателем на уменьшение ставки. Например, площадка, где мы производим и складируем наше оборудование и продукцию, нам договориться не удалось. За период карантина мы подключили маркетплейсы для продажи продукции для дома и автомобиля ZON и Wildberries, на которых уже были первые продажи и сейчас этот канал активно развивается. И второе, по продукции профилактической обработки воздуха мы получили уже несколько крупных заказов в области государственных учреждений, а сейчас мы предлагаем активный продукт для коммерческого рынка. В период карантина мы подали несколько заявок в государственные учреждения, в частности в НИИ микробиологии, где проводится до сих пор исследование на предмет обработки воздуха и уменьшение микробной вирусной флоры, и там есть очень интересные перспективы в этом направлении. Также нашу компанию включили в московский инновационный кластер, в котором объединяются технологичные компании в области обработки и в области борьбы с коронавирусом. Мы прошли несколько отборочных этапов, попали в финал. В ближайшее время нам предстоит защита проекта, и дальше мы уже будем вести этот проект на несколько государственных учреждений, на которых нас пригласили.